всем приветик давно у нас не было видео уроков и сегодня будет у нас урок коса рыбий хвостик с ленточкой очень красивая и для начала я разделила волосы зигзагообразным пробором на две части затем сбрызнула блеском и хорошо прочесала значит отделяем прядочку делим ее на 2 берем одну правую прядочку ленточку вот так вот обкручиваем берем вторую прядочку кладем ее под первую под правую и вот так вот обкручиваем ленточкой хорошо туго зажимаем теперь справа добавляем подхват также под прядкой правой и обкручиваем ленточкой также добавляем слева подхват и также обкручиваем ленточкой и собираем наши прядочки нам нужно немножко проплести чтобы с каждой из сторон осталось по 4 прядки и тогда мы будем начинать уже забирать наши прядочки и делать уже само плетение но это количество неважно и вы можете и 2 и 3 сколько удобно вам насобирать прядочек и тогда уже плести как хотите вот слева у меня насобиралась 4 прядочки и самую первую я беру и под всеми этими прядочками под низом вот так вот забираю в правую руку и добавляю к ней подхват также оборачиваю ленточкой и то же самое делаю справа беру самую крайнюю прядочку под прядями забираю ее в левую руку добавляю подхват и оборачиваю ленточкой такие же действия я делаю по всей косе до конца только немножко когда проплетаете растягивать прядки потому что потом будет неудобно и будут пушиться они у вас вот и все мы плетем наш рыбий хвостик с ленточкой еще это плетение елочка называют как удобней кому как мне она очень нравится но очень красивая очень просто честно говоря плетется главное хорошо затягивать ленточку пряди прочесывать и по ходу плетения растягивать старайтесь растягивать прядки на одном уровне чтобы у вас коса шла красивая не не было там каких-то сильно вытянутых прядей или недовытянутых чтобы она вот так вот у вас красивенько была растянута со всех сторон в последние часы и в последние часы все 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 и Когда у нас подхваты заканчиваются, мы просто берем вот эти вот прядки по бокам и их же и обкручиваем без подхватов. И плетем так до конца глаз, сколько у вас длины хватает, столько и плетите. Ближе к концу косы я растягиваю на убывание, то есть чтобы коса плавно и с широкой переходила в такую тоненькую. В конце я завязываю резиночкой и на последнем подвороте вот так оставляю резиночку, беру прядку, обкручиваю ею нашу резиночку по кругу, добавляю эту прядку к хвостику и оставшейся резиночкой вот так дозавязываю. Теперь приступаем к правой косичке, также отделяем прядку волос, делим ее на две части и добавляем ленточку. Только ленточку теперь добавляем к левой прядке, чтобы у нас были симметричные косы. Добавляем к левой прядке, берем правую, кладем под левую и перекручиваем ленточку через нее. И опять слева добавляем прядку, перекручиваем ленточку и также делаем справа и опять набираем справа и слева по 4 пряди. И также доплетаем нашу косу. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну вот, в принципе, и все. Затем я сбрызгиваю лаком и вот так прохожусь по каждой прядочке. Проглаживаю ее, чтобы она была более гладкая. Если волосы сильно пушатся, можно зажимчиком каждую прядочку заколоть и сбрызнуть лаком, чтобы они были вообще четенькие, такие красивые. Ну и вот наш результат, вот такие две красивенные косы. Если вам понравился этот урок, то ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые уроки. И с вами была Лозница Вика. Всем желаю хорошего настроения. И до новых встреч. Пока! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok